Но получится, ну что мы, собес какой-то? Вы, извините, вы раньше о чем думали? Нам надо еще кучу времени потратить, чтобы найти эти документы. Очень те люди, которые в прошлом году попали, вот как моя знакомая, о которой я говорил, она в этом году уже не сможет получать пенсию. Потому что мы эти деньги сможем получить только в следующем, апреле, в мае, ее все данные. То есть на пенсию будут получать только со следующего года. Вот чего стоит одна случайно подписанная, не думая, бумажка. Я настаиваю, что иногда и не подписанная. Вот в чем дело. А давайте мы этот пример действительно разберем более подробно. Мы сейчас не будем огульно всех говорить. Вот на примере у нас, я знаю, что сейчас побегут очень ноши наши клиенты, что их перевели не туда, они не хотели. И мы начнем разбираться, соберем такую статистику. И мы придем, я, наверное, в одной из следующих передач обязательно расскажу, как делятся, кто подписывал там, покупая телефон, кто подписывал, не поняв, взял в кредит, за кого подписали. И посмотрим, как будет работать наша правоохранительная и судебная система. То есть насколько это будет отработано и четко? Возврат обратно. Просто примем звонок и продолжим. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. У меня вопрос такой, я только что начал смотреть. Мне 52 года, что-то кроме тысячи на тысячи в моем возрасте, что-то можно? Да, у вас тысячи на тысячи практически уже нет, там маленькие копейки. И пенсия плюс. Та программа, которой мы занимались, это действительно хит прошлого сезона. Свыше 15 тысяч человек уже вступили только в прошлом году в эту программу, и уже многие из них получают пенсию. Она имеет целый ряд преимуществ. Ну, это тема другой передачи, я вижу, время уже заканчивается. Но, тем не менее, у нас действительно есть три программы, они хорошо друг друга дополняют, и они распространяются как от молодых 30, 40, 50 лет, так и даже на пенсионеров. И вот человек позвонил 52 года, самая категория граждан, которые на сегодняшний день являются, мало знают и их начинает волна эта проблема, люди предпенсионного возраста. Это 5-10 лет до пенсии. Вот для вас мы готовим в этом году целый ряд предложений. Я думаю, что весь этот год у нас будет посвящен категории, если в прошлом году работали на пенсионеров, то в этом году мы готовим наше предложение для людей предпенсионного возраста. Вот как раз вот для этого звонка. Еще принимаем звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Марина Савловна. Могу ли я у вас узнать, могу ли я свою накопительную часть вложить в этом году именно в начале года? Можете вложить в начале года. Если она у вас не находится в другом пенсионном фонде, а в государственном пенсионном фонде, то есть возможность, что в течение полутора-двух месяцев она будет переведена в наш пенсионный фонд, и автоматически мы размещаем ее, и начинает работать. Но здесь надо смотреть конкретно, еще раз повторяю, наши специалисты, надо взять все документы. Еще раз повторяю, дорогие наши клиенты, телезрители, радиослушатели, понимаю, что сейчас очень много у вас будет звонков, вопросов, желаний прийти в наш офис, филиал. Всегда берите с собой паспорт и пенсионное страховое свидетельство. Для самого начала этого достаточно. Если у вас какие-то документы из ваших прошлых посещений других пенсионных фондов или агентов, берите с собой все бумаги. Начинается большая работа рутинная для наших специалистов. Или если сохранились письма счастья. Да, берите их. Еще телефонный звонок принимаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущая, здравствуйте, Петр Анатольевич. Несколько вопросов у меня. Петр Анатольевич, сколько у нас пенсионеров в крае вообще? 800 тысяч. 870. Петр Анатольевич, почему все-таки в вашем фонде 25 тысяч, а не больше? Потому что в отличие от, давайте так, все пенсионеры, государственная обязаловка получается, у нас добровольная, у нас не государственная пенсионерная. Вот 25 тысяч, это только в тысячи на тысячу участвует. Так что у нас пенсионеров порядка 100 тысяч. Нет, 170 тысяч всего наших клиентов, пенсионеров из них больше 100 тысяч. А еще, Петр Анатольевич, скажите, пожалуйста, были ли к вам сомнительные предложения, какие-нибудь рискованные от физических, юридических лиц, и тем не менее, были ли? Каким образом вы уходите от этих предложений, чтобы не рисковать нашими капиталами, которые находятся в вашем фоне? Хороший вопрос. Хороший. Знаете, да, объясняю, нет, контроль очень жесткий. Еще раз говорю, что мы не сами деньгами управляем, управляют управляющие компании. Все наши активы находятся в спецдепозитарии, размечаются на фондовом рынке. Еще раз говорю, что... И государство не длежит чемоком. И государство контролирует в ежедневном режиме, контролирует контроль даже больше, чем над банками. И при всем желании невозможно их снять и вывести за границу. Это просто вот система контроля не позволяет. И могу сказать, что даже действительно, тьфу-тьфу, наверное, скажу, что за 14 лет руководства пенсионным фондом, я 14 лет уже руковожу им, ни жулики, ни бандиты, они понимают, что это государевы деньги. К ним не дотянуться. Это даже не то, что государевы, они охраняются даже больше, чем государевы. Это пенсионные деньги. К ним не дотянуться. Ну, может быть, человек имел в виду рейдерский захват какой-то? Ну, мы не коммерческая организация, ее не захватить. Мы подчиняемся даже не налоговым инспекциям, мы подчиняемся мини-юсту, как партии. И тоже с этой стороны не подойдешь никак. Например, очень жесткие требования к руководству. Но вот еще раз говорю, государство побеспокоилось о пенсионных деньгах так, что к ним действительно очень сложно подобраться. Единственное, что они сейчас действительно между фондами, между собой таскают. И вот действительно я с нетерпением жду, когда закончится вот эта вакханалия, вот эта работа агентов, перетягивание с одного на другое. И у нас есть люди, которые по второму, по третьему разу возвращаются. Говорят, возьмите меня обратно. Петр Анатольевич, все, просто время заканчивается. Мы, подводя итог, просто опять обращаемся к нашим телезрителям и говорим, следите за своими пенсионными деньгами. Смотрите, как прирост их идет. И не отмахивайтесь от писем счастья. Если вдруг не пришло, обязательно обратитесь в пенсионный фонд или в тот негосударственный пенсионный фонд, в котором... Вы думаете, он не находится. То есть надо все равно за этим следить и контролировать. Да, буквально с 1 апреля, со 2 апреля любой пенсионный фонд, в котором вы работаете, должны вам дать справку о вашем состоянии счета. Ну, все, теперь до свидания. Спасибо, что были с нами. До свидания, Петр Анатольевич. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»